Скиньте ссылку на вебинар, где строите функциональтаж в Excel. Я увидел это только сегодня утром, а сейчас Джамиль написал, что Виталий скинул. И я дал ссылку, первая ссылка самая большая такая, самая широкая, это там много моих вебинаров. Много, но не все, потому что там некоторые, которые неудачные, там не помещатые, вот это как бы хорошие. А вторая ссылка непосредственно на гидравлику, но там минус тот, что нет видео, там презентации и аудио. Видимо, у меня есть какой-то другой вариант, где видео, но для Яндекс Диск у меня не выложены, это надо искать и выкладывать. Вот. Джамиль, а вы нашли там ошибку, проблему, решение? Нет еще. Ой. Ну, в Excel там уже как бы уж настолько просто, там можно просто сосчитать как бы две точки. Нулевую не считать и потом сосчитать какую-нибудь верхнюю. И тогда у вас уже будет, после установки Excel, посмотрим. Да, тогда вы соединяете нулевую, что ноль? Ноль это нулевая глубина. То есть, отметка равной отметке низа, вот, морфоствора. О, Клементий написал Е на ХЖ. Шорошее утро, шорошее утро, Клементий. Вот. Как бы одну точку считаете и у вас уже как бы прямая соединяет их. А если две точки считаете, то у вас уже кривая, потому что ноль при нулевой глубине, при какой-то глубине там и еще при какой-то. И вот вы уже саму кривую, ну, в каком-то приближении видите. Там уже можно играть уклонами, играть в шероховатости, то есть немножко двигать ее вправо, влево, то есть вверх, вниз, так чуть-чуть вот это вот. Потому что это как раз эти самые рычаги, которые двигают кривую-кривую. Но в целом уже не будет, по крайней мере, тех странностей. Не будет там проседаний кривой ниже нулевой глубины и все такое. Коллеги. Так. Слышно-видно? Слышно-видно, да? Ура, ура, ура. Коллеги. Если идти по плану, потому что надо нам когда-то закончить вот эту вот практику, условно практику. Вот. У нас сейчас довольно мало примеров. И, видимо, тогда буду свои примеры вам показывать. А потом, при желании, перейдем и к теории. К той теории, которую мы не закончили на теории. На теории у нас было 10 встреч, и там еще примерно 10 тем у меня есть. Вот. Поэтому, на мой взгляд, надо бы двигаться по методам. В какой-то степени мы горизонтальные прошли закончили с вами. По глубинным как раз в процессе. Вот. То есть, вот это мы как бы сделали. Вот это мы как бы сделали. Это было в понедельник. Во вторник у нас было отключение по наносам, по увлекомым наносам. Вчера у нас было. Помните? И сегодня у нас как бы вот это. То есть, глубины деформации при отсутствии данных. При отсутствии промеров глубин. И из методов у нас еще останутся только половинные протоки. И это может быть завтра. Может быть завтра и послезавтра. И вот как бы вот сами методы закончатся. И потом там уже останутся такие темы, как построение в самом ППР, что уже автоматически можно сделать, если есть уже оценка горизонтальной деформации, глубины деформации половинных протоков. Потом пишем главу в отчет по прошлым процессам. Показываю вам сами главы. И чуть ли не мы уже к концу подходим. Потом могу показать методы, которые не рекомендую. Которые вам мелькают и которые вы видите в нормативных документах. Потом покажу типичные ошибки. Пробежимся, если вы хотите. Это как бы все еще в практике. И потом примеры свои покажу. И таким образом практика закончится. И потом можем приступить с вами продолжить. Перейти к теории. Ну а там уже по отдельному расписанию. По отдельному плану такому. Вот, коллеги. И так сегодня. Глубимые деформации. Туда.